Как и остальные регионы нашей страны, Краснодарский край продолжает принимать жителей Херсонской и Запорожской областей. В детских лагерях, пансионатах и отелях Анапы разместили порядка трех тысяч человек. Среди них много детей. Мы такие благодарны за вот это отношение, за все, которое мы не ожидали. У нас никогда не было на Украине такого. Никогда. Все организовано, нас организовано, автобусы посадили, на вокзалы перевезли, друг другу передают, сообщения сообщают, кормят, относятся, отношения бесподобные. Просто спасибо большое, особенно Владимиру Владимировичу. Я говорю, я не знаю, мы завтра пойдем в церковь здесь есть, будем свечки ставить и за военных, и за Путина. Вообще спасибо всем. С Херсона нам предложили приехать сюда. Мы, честно сказать, не ожидали такого и приема, и такой встречи, и такой заботы, и такого внимания. Мы этого не видели. Я здесь удивился, думаю, сколько же мы будем там все же варить бесплатно. Теперь вот это первое кормление, пожалуйста, море. Многие до сих пор с содроганием вспоминают события, которые происходили на территории их областей. Мы, прибыв сюда, немножко были еще контужены, потому что после выстрелов, даже первые сутки спали, оно в голове все стреляло. Сегодня первый день это спались хорошо. Я не рассчитывал, конечно, на такую встречу, но я понял, что мы, в принципе, мы попали домой. Для гостей заранее подготовили программу отдыха и оздоровления. Отличные условия. Питание замечательное. Дети рады. Есть у них аниматор. Занимаются с детками и футбол, и танцы, и игровые площадки. Ну, просто вообще, даже не передать словами. Мы ездим, ищем экскурсии. Мы уже были у вас на набережной, выходили на море. Ну, нам все очень нравится. Город, конечно, европейский уровень, хотя мы в Европе ни разу не были. Все чисто, все красиво, все идеально. Как в рай попали. На недавней встрече с прибывшими жителями Херсонской и Запорожской областей губернатор Краснодарского края Винеймин Кондратьев отметил, что тем, кто решит остаться на Кубани, помогут с трудоустройством, документами, а также оформлением детей в школы и детские сады. Мне очень здесь нравится. Я здесь буду устраиваться вас в столовую работать, и мы очень ему благодарны. Я подписала заявление, и я решила здесь остаться, потому что я чувствую себя спокойной здесь, чем там. По словам сотрудников здравниц, помогать жителям Херсонской и Запорожской области – это гражданский долг каждого, и они не могли остаться в стороне. Мы поддерживаем всех абсолютно людей. Мы как бы единый народ, и люди попали в сложную жизненную ситуацию, и нужно им помочь, потому что это наш долг, потому что мы все едины, мы все люди. Мы должны помогать, так как сейчас очень сложная ситуация, так как они сейчас проходят в большом стрессе. Мы должны их поддержать, помочь им. Также по поручению мэра курорта на территориях здравниц организованы консультационные центры. Для взрослого населения организован специально действующий консультационный центр, который поможет им урегулировать все вопросы с государственными органами. Непосредственно на объектах размещения сидят представители федеральной иммиграционной службы и даже представители банков для того, чтобы можно было урегулировать все финансовые вопросы. Для многих детей, которые школьного возраста с 24 октября начнут функционировать, школы и их процесс обучения будет продолжен. Каждый день город-курорт продолжает принимать гостей. Ежедневно практически к нам прибывает порядка 400 человек. Ну и насколько мы видим динамику, динамика только увеличивается. Город-курорт в межсезонье готов принять всех живающих из Херсонской и Запорожской областей. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.